МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребенок пропал, не могут найти. И вот такие сообщения, они просто ежедневно, ежедневно, ежедневно. Вот не настораживает? Ну, это не первый случай. Конечно, настораживает. Я хотел бы напомнить, что безопасность детей в руках родителей. И поэтому, если выявляются факты, что ребенок попал в трудную жизненную ситуацию по вине родителей, безусловно, ребенок должен быть из семьи изъят, хотя бы временно, на тот период, пока разберутся с мамой. Я не буду вдаваться подробностей тех происшествий, которые произошли, что попытка матери сбросить ребенка с 8-го этажа и так далее. Я думаю, что это люди больны, поэтому какие бы сложности у взрослых людей не были, дети здесь ни при чем. Есть элементарный способ, проверенный годами, когда попадает семья в трудную жизненную ситуацию, отдайте детей временно государству, приют. Они там будут сыты, ухожены и под государственным надзором. Почему вообще, на ваш взгляд, такая тенденция появляется, о том, что родители манипулируют вот таким образом детьми, а иначе как манипуляции я это не назову, потому что все-таки... Ну, я думаю, что это образ жизни вот той молодежи конца 80-х, начала 90-х, вот нигилизм ко всему, в том числе и породила безответственность к обществу, в том числе и к своим старикам, теперь уже к детям. Поэтому посмотрите, как они разговаривают, каким языком со своими родителями. Даже перевести невозможно. Поэтому это все отражается на детях. Я всегда говорю, что вы помните, что как вы относитесь к детям, так вы к старости получите отношение к самому себе. Вот это мы сейчас и видим в различных субъектах, ну, в том числе и такие случаи из нас в Мурской области. Я понимаю, что не во всех ситуациях вы можете вмешаться или решить какие-то ситуации, но тем не менее, да, как-то вот в силах что-то сделать, повлиять на... Ну, безусловно, здесь ни один случай не остается без нашего внимания, в силу того, что этим занимаются либо полиция, либо следственные органы, следственного комитета. При этом мы не оставляем это внимание без общественности, потому что на пустом месте ничего не появляется. То есть любое происшествие, которое случается с детьми, оно автоматически... Мы решаем вопросы с ребенком. Если министерство, либо различные ведомства с ним поступают по закону, то здесь ребенок просто остается в зоне нашего внимания. А что касается родителей, либо там других родственников, то с ними занимаются специалисты, они выясняют причины, проводят следственные эксперименты, дознания, ну и в итоге человек проходит медицинскую экспертизу. Вот, кстати, пока готовилась к нашей программе, как раз сегодня коллеги подсчитали о том, что закон о митингах от написания до принятия прошло 29 дней, закон о продлении президентского срока 50 дней. В то же время закон о защите детей от информации, причиняющей вред, принимали 7 лет. И вот он еще до сих пор, он подписан, конечно, президентом, но до сих пор еще не вступил в силу. Знаете, этот вопрос еще возникал при первом полномочии по правам ребенка в Российской Федерации. И сейчас этот вопрос уже очень активно продвигал Павел Алексеевич Астахов, в том числе со своими коллегами в субъектах. И мы не остались в стороне, мы вносили свои предложения. Радует уже то, что в конце концов этот закон принят. Более того, удалось вообще подвинуть и Совет Федерации, и Государственную Думу в сторону детей с точки зрения принятия новых федеральных законов, они приняты. Один из важнейших законов, на мой взгляд, он вступает в силу с 1 сентября, я думаю, что там появится дополнительная возможность контролировать ситуацию, либо заниматься обеспечением безопасности и жизнедеятельности детей. То есть создавать им те условия, которые должны быть в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, которую Российская Федерация ратифицировала. Тем не менее, у нас, мне кажется, не настолько жесткие законы, как в ряде европейских стран, о которых мы слышим. Мама вообще не может оставить ребенка без присмотра. Родители, да, как бы, иначе она либо попадает, ну, у нее уголовное наказание, либо штраф. У нас же такого нет. Вы знаете, вы абсолютно правы. Дело в том, что если закрыть ребенка в машине, душно, это уже считается, это я имею в виду законодательства Соединенных Штатов, то это считается жестокое отношение к ребенку. У нас же вот все правила ответственности, поведения взрослых. Они прописаны кровью. Вот говорят, нельзя управлять автомобилем, значит, если ребенок не находится в кресле, если нельзя разговаривать во время движения по сотовому телефону. Что мы наблюдаем зачастую? Едет мама, ребенок стоит за спиной, она разговаривает по телефону. Резкое торможение, у ребенка травма. Поэтому дорогу переходить надо на зеленый свет. Но мы же смотрим. Вот есть район, очень опасный, кстати. Я на него обратил внимание. Хочу с ГИБДД и с руководством города обсудить эту тему. Где театр Кукол, напротив торговый центр. Идти до перекрестка туда и обратно далеко. Поэтому мамы берут после спектакля детишек за руки и бегут через дорогу. Движение. Ну, поставили там пост ППС. Углядит ли он за всем этим? Вряд ли. Я думаю, что там нужно специально регулировать движение. Посмотреть, каким образом. Ну, здесь самое удивительное, что они не предупреждают, чтобы мама не переходила все-таки, а уже по факту ловят и штрафуют. Видимо, так интересно. Вы знаете, приходилось встречаться и с тем, что дети мамам делают замечания. Что мама, нужно идти до перекрестка, идти на зеленый свет. А мама не идет? Да, нас в школе этому учили. А мама не идет. Да ладно тебе, некогда. И вот случается неприятность. Понятно, что это целый комплекс проблем. Это не только семья, это и общество, это и школа, да. И вот еще что-то, кстати, о школах. Последняя нашумевшая, скандальная и очень странная, на мой взгляд, история. Это история со свободницкой, свободницкой школой-интернатом для слабовидящих детей, которые собирались закрыть, потому что, якобы, дети там уже все здоровы и могут посещать обычные школы. Нет, там речь-то о закрытии не шла. Речь шла об отчислении 42 воспитанников, которые были зачислены в интернат именно по той причине, что у них слабое зрение. Но кроме слабого зрения, дети учились и по специальной программе восьмого вида. И когда вот часть детей поправила свое зрение, большое спасибо специалистам, которые работают с такими детьми, то посчитали, что те дети, которые хорошо учатся и освоили программу восьмого вида, они могут учиться в обычной школе. То есть у них ограничений по здоровью нет. На самом деле это не так. Программа восьмого вида, она предусматривает несколько другую коррекцию программы и вливание ребенка в обычную школу, это ведь еще и психологический момент. Это не так-то просто сделать. Тем более, зная, что ребенок приходит с коррекционного школы-интерната. Здесь просто со школы. К сожалению, дети очень сложно воспринимают таких детей. То есть появляются обычные клички, детей начинают угнетать, в том числе посредством смс-ок там различных и так далее. Поэтому я был в интернате, мы разбирались, встречался с родителями, с коллективом, и все-таки пришли к выводу, что преждевременно принимать такое решение, там четыре семьи вполне могут учиться в обычной школе, а вот по остальным детям, я думаю, что преждевременно. И еще один момент, дети живут там, воспитываются в семьях, ходят только на учебу в интернат, и занимаются там слогопедами и так далее. Поэтому переводить таких детей в Шимановск, либо в Белогорск, отрывая их из семей, я считаю тоже нецелесообразным. Поэтому обязанность органов исполнительной власти предоставить ту форму обучения, которую определил заказчик. Заказчиком являются родители. Они определили, и есть заключение комиссии по МПК, которая определила, что ребенок нуждается в обучении по программе восьмого вида. Именно здесь? Да, но лицензию школа может получить, но и можно ребенка перевести в школу, где есть такая лицензия, но тогда должен быть набор полных специалистов. Там должен быть логопед, там должен быть психолог, ну и так далее. И при этом должны ребенку обеспечить двухразовое питание, и ребенок должен там отдыхать в школе. То есть иметь место, где можно отдыхать. Школы пока не могут создать их условия, поэтому пока таких условий не создано, я думаю, что принять это решение было поспешно. Сегодня там работает комиссия, Министерство образования. Я думаю, что они примут правильное решение, в конце концов. И оно будет в пользу детей и родителей. У нас совсем немного времени осталось, меньше минуты, поэтому хотел бы очень важный вопрос задать. И кто у нас вообще чаще всего нарушает права детей? Это сами родители, это педагоги, это чиновники, это, может быть, врачи. Вот есть какая-то статистика, от кого и от чего страдают? Такую статистику мы специально не ведем, но к всеобщему огорчению могу сказать. Нарушают потихонечку все. И родители, и опекуны, и должностные лица в интернатах, и законные представители, коим является директора интернатов, либо это детских домов. Нарушают в силу того, что не знают законодательство до конца. Видимо, ранняя бесконтрольность в этой части приучила их к тому, что делай, как понимаю, делай, как могу и так далее. Сегодня... Или делай, как хочу. Наверное, делай, как хочу. В конечном итоге, сегодня ситуация меняется. Мы очень жестко ставим вопрос перед руководством министерства. Если человек допустил раз, либо два нарушения права ребенка, он не может работать и занимать такую должность. Он не может работать и воспитывать детей. Поэтому министерства, к счастью, идут навстречу, они проводят свои проверки, принимают кадровые решения. Это касается не только руководителей учреждений, это касается воспитателей, либо других педагогов. Мы будем надеяться, что права детей все-таки у нас будут защищаться и соблюдаться, самое главное, независимо от того, кто воспитывает этих детей, родителей, опекуровителей. Я считаю, те, кто поднимает руку на детей, либо предпринимает попытки нарушения их прав, совершенно не понимают, что является главной ценностью в жизни. Главной ценностью для каждого, наверное, является наличие ребенка, которое не только радует их, которое говорит о том, что они зря жизнь проживают, в конце концов. Это будет серьезная поддержка. Спасибо большое. У нас закончилось время, к сожалению. Я надеюсь, что мы еще встретимся здесь и поговорим об этой очень недетской теме, о детях. Спасибо. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова